Детское радио представляет Вот ведь удивили С Алексеем Лосенковым Всем привет! С вами Алексей Лосенков и 12 невыдуманных, удивительных историй которые приключились с вами, нашими слушателями Всю неделю вы присылали их мне Я все честно прочитал, отобрал самые интересные и уже готов со всеми поделиться Но начать, позвольте, с истории, которая приключилась с одним моим знакомым Андрей, так зовут моего приятеля, сам мне ее рассказал История первая Я назвал ее «Беспокойное соседство» Сразу замечу, что Андрей человек спокойный и доброжелательный, поэтому с соседями старается поддерживать дружеские, бесконфликтные отношения Но вот однажды у них на лестничной клетке появился новый сосед Как он заехал, никто не видел Но только спокойная жизнь тут же и закончилась У этого соседа оказались очень шумные питомцы Кот и собака Собака не просто лаяла, она еще и страшно выла по ночам При этом кот пронзительно мяукал, тоже рычал и необыкновенно громко шипел Пока на улице было прохладно и весь этот шум был лишь слегка слышен через стену Соседи сильно не возмущались А только время от времени говорили новому жильцу «У вас с собачкой кошечка живут?» «Да уж, живут, как кошка с собакой», — отшучивался сосед «А что же вы с собачкой не гуляете? Может быть, она поэтому так скулит?» — интересовались жильцы «Непременно буду гулять», — отвечал тот Но вот пришла весна Люди стали открывать окна и балконные двери И шум стал невыносим Поговорив между собой, жильцы соседних квартир решили отправиться к хозяину животных вместе «Что происходит у вас в доме?» — грозно спросили они «Что вы делаете с котом и псом, которых, кстати, мы ни разу не видели, зато все время слышим?» «Ну, проходите», — сказал хозяин и повел непрошенных гостей в комнату Никакой собаки там не было Кота тоже А возле окна в огромной клетке сидел большой белый попугай Глядя на пришедших, он мяукнул Потом гавкнул с подвыванием Порычал, пошипел И, наконец, сказал «Привет, Жако, гений!» Раздался щелчок фотокамеры в телефоне «Ох, люблю снимать выражения лиц людей, когда они видят моего Жако впервые», — улыбаясь, сообщил хозяин птицы «И очень не люблю переезжать, а ведь мне из-за него часто приходится это делать» А объяснялось все очень просто Оказывается, когда хозяину надо было уезжать в командировку Он оставлял Жако у своих родителей, которые жили в деревенском доме И у этих родителей были и большие сторожевые собаки, и коты Ну вот Жако и нахватался дурных манер Ну а теперь переходим к вашим историям Кстати, если кто-то из вас тоже хочет, чтобы его забавный и поучительный рассказ Прозвучал в нашей программе То знайте, что сделать это просто Можно зайти на страничку нашей программы на сайте «Дети.фм.ру» и оставить историю там А можно написать на WhatsApp, Viber или Telegram детского радио Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь Сообщение обязательно начните со слова «Удивили» Именно так и поступили девочка Лера и ее родители Мама Катя и папа Михаил Все они живут в городе Саратове История вторая Она называется вот это угощение Валерии четыре годика Приходит как-то она вечером из садика и радостно сообщает Мама, представляешь, у нас есть в группе один мальчик Его зовут Мишка И завтра у него будет день рождения Он нам сказал по секрету, что сначала он нам покажет представление А после представления будет сюрприз Угощение Конфеты там разные, пирожные О, значит, у вас завтра будет сладкий стол Смотри, береги зубы, много не ешь, улыбаясь, сказала мама Ну, вообще-то я стол есть не собиралась, удивленно ответила Лера Но раз ты говоришь, что он сладкий, ну хорошо, я, конечно, попробую немножко История третья Я назвал ее Детям маленького роста достать лакомство непросто Оле пять лет Комнату и взяла самые толстые шерстяные носки Рано утром мама поднимает ее в садик Это нельзя, то нельзя, утром вставай, иди играй А вот смотри наш дедушка как, а, сидит дома, спит сколько хочет Даже конфет есть сколько хочет и когда хочет И вы ему не запрещаете Так что я лучше на пенсию пошла бы, чем в этот садик Друзья, я напоминаю, с вами Алексей Лысенков И двенадцать забавных, удивительных историй Которые произошли на самом деле А узнали мы о них благодаря вам, нашим слушателям А ведь среди наших слушателей немало и таких людей Которых знает вся страна И не только страна, но и весь мир Именно такая гостья будет у нас сегодня в рубрике История пятая Звезды удивляют Встречайте замечательную фигуристку Русскую ракету Сашу Трусову Призера Олимпийских игр Чемпионку и многократного призера чемпионатов России и Европы Саша занесена в Книгу рекордов Гиннесса За исполнение очень сложных прыжков Так как прыгает она, не может больше никто Многие, наверное, знают, что Саша очень любит собак Так вот, мне стало интересно Может быть, она хотела бы когда-нибудь выступить с ними на льду Именно об этом я и спросил фигуристку Ну, наверное, да Даже, мне кажется, так уже придумывали, что может быть будет Но не все они любят громкую музыку, лед Только там две собаки, Татлана и Элла Они любят на льду бегать Вот, поэтому, ну, может быть, когда-нибудь поставлю Но собачки у меня по очереди ездят куда-то Потому что их шесть С детства очень люблю собак Просто невозможно Все собаки на улице, я их всех кормила У одной даже был там ошейник, поводок Я с ней гуляла Пока родители не разрешали завести мне свою Вот, а дальше за достижения в спорте Там за двойной аксель мне подарили первую собаку Потом за тройной аксель как раз лана У меня Потом одну подарили китайские болельщики Одна брата Одну просто так подарили Наверное, в данный момент я живу отдельно от родителей И со мной живет четыре собаки Поэтому это достаточно сложно И пока, наверное, я не буду больше заводить собак Напомню, что это была замечательная фигуристка Русская ракета Саша Трусова И ее история Это здорово, друзья Шесть собак есть у меня Вот ведь удивили А с вами по-прежнему Алексей Лысенков И я продолжаю знакомить вас С удивительными, смешными и поучительными историями Которые вы сами нам и присылаете Главное, что все это было на самом деле Может быть с дедушкиным начальником Иван Ивановичем И его хомяком Максимилианом Шестым Или с бабушкиной подругой детства Алевтиной И ее канарейкой Ларисой Или с вами, или с вашим котом Как в нашей следующей истории Которую прислали мальчик Елисей И его папа Сережа из Волгограда История шестая Когда у кота жизнь красота Елисею пять лет У него есть настоящий четвероногий друг Усатый и полосатый Кот Борис Все свободное время Елисей проводит, играя с ним А когда Борька устает и спит Хозяин играет в свои машинки Их у него целый автопарк Перед сном Елисей аккуратно паркует в своей машинке Парковку он устроил у себя под кроватью И вот недавно у кота Бориса был день рождения Ему исполнился год Давай подарим Борису специальный домик-лежанку Предложил папа Он там будет спать и отдыхать Елисей с радостью согласился Они купили самый красивый домик С мягким матрасиком внутри Борису подарок очень понравился Он сразу же забрался в него Уютно свернулся к клубочкам и уснул Ура! — радостно сказал Елисей, глядя на своего друга Теперь и у нашего Борьки появилась настоящая своя парковка История седьмая Она называется «Теория относительности в действии» Рите четыре годика Мама забрала ее из садика и привела домой А Риту прям не узнать Балуется и на мамины замечания не реагирует Вещи свои по комнате раскидала Ох, мама зовет ужинать, не идет Рита — рассердилась мама Хватит баловаться Когда ты начнешь слушаться? Завтра начну Озорно глядя на маму, ответила Рита Хорошо, согласилась мама Договорились Но на следующий день все повторилось Рита снова расшалилась не на шутку Мама спрашивает Ритуль, ты же вчера обещала начать слушаться завтра Почему же ты продолжаешь озорничать? Ну подожди, я как обещала, так и делаю Обещала завтра Вот завтра и начну За эту историю мы говорим спасибо девочке Рите И ее маме Полине из Москвы Идем дальше Следующих авторов зовут папа Даниил И дочка Ангелина Они из Санкт-Петербурга История восьмая Я назвал ее Правильные сказки Ангелине пять лет И она очень любит, когда мама перед сном ей читает Правда, она никогда не любила, чтобы ей читали сказки И вот как-то вечером у мамы были важные дела И пришлось читать папе А папа давно был категорически против такого пренебрежения К сказочным историям Взял он книгу Шарля Перро И стал читать про красную шапочку Сидя на кухне, мама слышит И волк проглотил бабушку А чуть позже Бабушка, а для чего тебе такие большие зубы? Это чтобы съесть тебя И проглотил красную шапочку Изображает паролям папа Ох, надо будет обязательно потом перед самым сном Рассказать дочке что-нибудь хорошее, доброе А то вдруг она испугалась Подумала мама И пошла в комнату Заходит, а дочка лежит и улыбается Вот, мам, ну наконец-то мне папа Нормальную сказку прочитал С приключениями А не вот эта вот ваша скукотища Напоминаю, а то вдруг вы забыли Вы слушаете детское радио и 12 невыдуманных Удивительных историй от наших слушателей В программе Вот ведь удивили Как вы знаете, я рассказываю не только истории Присланные нашими слушателями Но и те, что происходили с людьми великими Пришло время нашей рубрики История девятая История из истории И сегодня мы с вами вспомним известного Я бы даже сказал великого французского писателя Виктора Гюго Именно он написал роман Собор парижской богоматери И вы, наши юные слушатели Наверняка смотрели замечательный мультфильм Снятый по этому роману Горбун из Нотр-Дама Писать Гюго начал очень рано В 14 лет А в 16 уже стал знаменит Кстати, благодаря произведению Которое написал Наспор За две недели А спорили на обед в таверне А еще известно, что роман Гюго О судьбе Квазимода И прекрасной Эсмеральды Помог спасти знаменитый собор Парижской богоматери от сноса Дело в том, что грандиозное сооружение Начали строить еще в 12 веке Во времена Гюго ему было уже 600 лет Оно обветшало и могло в любой момент обрушиться Но после того, как роман стал популярен К нему потянулись многочисленные туристы Пришлось его реставрировать И теперь это одна из самых главных Достопримечательностей города Парижа Ну а теперь я расскажу вам Какая история произошла однажды С этим интересным человеком Те из вас, ребята, кто уже учится в школе Возможно, читали рассказы Казетта и Гаврош И помните, что их автор тоже Виктор Гюго Эти рассказы на самом деле Фрагменты знаменитого романа Отверженные Гюго долго его писал и очень волновался Понравится ли он читателям В общем, сил было потрачено много И закончив работу Гюго решил уехать из Парижа Чтобы отдохнуть Однако через некоторое время Он стал изнывать от желания Узнать, как идут продажи Его новой книги Телефонов тогда еще не было Электронной почты тоже Но можно было отправить Телеграмму в издательство Придя на почтовую станцию Писатель долго сочинял текст Ему не хотелось выдавать Своё волнение и нетерпение Но в то же время хотелось Чтобы телеграмма была оригинальной Когда Гюго подал телеграфисту текст Тот очень удивился Мсье, что это? Да, уважаемый, это не ошибка В моей телеграмме только одно слово Точнее, знак припинания Это знак вопроса Вы знаете что? Вы так и отправляете Это я так спрашиваю Мол, как там мнение читателей? Издатель, в свою очередь, тоже не ударил в грязь лицом Он не только понял, о чем речь Но и тут же в ответ отправил телеграмму Которое тоже состояло из одного символа Это был восклицательный знак Дескать, все крайне восхитительно Но все было понятно и без слов Вот такая удивительная история Двух самых коротких телеграмм в истории Вот ведь удивили Друзья, напоминаю, с вами Алексей Лысенков И 12 удивительных, поучительных, забавных историй И мы возвращаемся к историям, которые нам прислали вы Наши слушатели Впереди вас ждут еще три Они называются Что выросло, то выросло Счастливый лось И Все работы хороши, выбирай на вкус Предлагаю вашему вниманию рассказ, который прислали девочка Тина и ее мама Анастасия из Рязани История десятая Я назвал ее, что выросло, то выросло Или сережки бывают разные, какие они прекрасные Тине три годика Как-то в воскресенье ее мама собралась пойти с подругой в театр Сделала специально для этого случая красивую прическу Надела красивое вечернее платье и свои любимые сережки И вот стоит мама перед зеркалом и довольная рассматривает себя со всех сторон Все ли у нее в порядке И тут в комнату входит Тина Мама ее спрашивает Ну что, нравится тебе мое новое платье? Красивая, отвечает та Но знаешь, мам, мне больше нравятся твои сережки Они такие блестящие Спасибо, поблагодарила довольная мама за комплимент А Тина посмотрела на себя в зеркало И, потрогав себя замочки ушей, грустно сказала Эх, жаль, что у меня нет таких блестящих сережек Наверное, еще не выросли Переходим к следующему рассказу Его прислали девочка Илона из Ярославля И ее родители Мама Зоя и папа Дима История Одиннадцатая Я назвал ее Счастливый лось Илоне пять лет Она очень любит всяких животных Например, песика Фуфика, который живет у ее тети Она даже помогала его мыть специальным шампунем Тетя Люся так и сказала Это шампунь Счастливый пес Он для собак А еще Илона, как и всякая девочка, очень любит копаться в маминой косметичке Или в шкафчике с косметикой И рассматривать все, что там лежит Всякие баночки с кремами и пудрой Помады, тушь, подводки и карандаши И вот, копаясь в очередной раз в мамином ящичке Илона наткнулась на необычный, но очень красивый флакон Ей стало интересно, что же там внутри И поскольку она уже немного умела читать Она прочитала по слогам Лось, он Потом подумала и воскликнула Ух ты, не может быть Взяла флакон и радостно побежала к маме Мам, мам Что случилось? Почему ты так кричишь? Удивилась мама Мам, а мы что дома живого лося заведем? Спрашивает Илонка Почему ты так решила? Не поняла мама Ну как же, радостно говорит Илонка Ты ж для него даже специальную косметику купила Она ж так и называется Лось он Друзья, прежде чем вы услышите последний на сегодня рассказ Напомню, что присылать свои истории из вашей жизни на детское радио Можно либо на WhatsApp, Viber и Telegram Номер плюс семь девятьсот шестнадцать девять шесть восемь ноль девять шесть восемь Причем сообщение нужно начать со слова удивили Либо эти истории можно оставлять на страничке нашей программы на сайте детифм.ру Ну а теперь Финальная история сегодняшнего выпуска Ее прислали слушатели из Нижневартовска Девочка Агата и ее папа Рома История двенадцатая Я назвал ее Все работы хороши, выбирай на вкус Агате пять лет В последнее время ее очень интересуют разные профессии Как они называются Что делают люди, которые ими занимаются Как-то она спросила Мам, а ты кем работаешь? Я врач, ответила мама А, ответила дочка А папа? Папа инженер Понятно А что инженеры делают? Уточнила Агата Инженеры конструируют Делают чертежи, по которым потом люди строят разные машины Хорошая у вас работа, сделала вывод Агата Но вот как-то раз папа, придя домой после работы, принес большую коробку инжира Поставил ее на кухне на стол и сказал Угощайтесь А сам пошел спать Агата подошла к коробке и, открыв ее, взяла один инжир Попробовала Ммм, как вкусно! Протянула она И, взяв еще один, спросила у мамы Мам, вот ты говорила, наш папа инженером работает Да И чертит чертежи, конструирует Да, говорила, отвечает мама Значит, ты ошиблась Почему? Не поняла мама Инженеры, они вот чем, оказывается, занимаются Инженеры — это люди, которые инжир выращивают Ну вот и все на сегодня С вами был Алексей Лосенков И 12 невыдуманных, удивительных историй В программе Вот ведь удивили Встретимся на детском радио Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok